Самым большим разочарованием был даже не ценник, было отсутствие результата Новое поколение аппарата это MPT, наш красавчик А что можно сделать эстетического? Например, сделать лисьи глазки Мы не можем по протоколам такого делать, но мы это делаем Самое-самое-самое плохое, какой результат можно получить? У вас будет где-то полгода-год болеть голова и лоб, если вы даже расческой к ней прикасаетесь Расскажу свою историю, как же без нее Я делала несколько раз масс-лифтинг на разных аппаратах Поскольку это мой канал, и я могу говорить так, как есть Первый мой опыт был на аппарате Альтера Самым большим разочарованием был даже не ценник, конечно, а было отсутствие результата Возможно, мои параметры не подошли Возможно, параметры в аппарате были выставлены не так Процедура проходила болезненно После этого у меня страшно болело челюсть, лицо Но самое ужасное, что я не увидела никакого результата Хотя мне хотелось бы какой-то У меня генетически есть предрасположенность У меня всегда есть немного подбородочек И если я немного набираю, либо отекаю То, соответственно, он ярко выраженный И тогда как раз я готовилась к шоу-подиуму, которым я была ведущей Безусловно, работая всегда при шести камерах, нет возможности контролировать свою мимику Мне хотелось подготовить свое лицо В итоге я выбрала другой способ похудеть Да, потому что Альтера не сработала Впечатления у меня остались осмаз-лифтинги Если взять все мифы в интернете, то, в принципе, я тоже их транслировала Как неудачный опыт И вот совсем недавно я познакомилась с этим аппаратом Алена Федоровна непосредственно специалист, врач, которая проводила эту процедуру Именно поэтому я пригласила Алену Федоровну в кадр, чтобы познакомить с вами И Алена, как специалист именно работы на Альтере, рассказала вам Мы сейчас развеем мифы, расскажем, как он действует, как он работает, принцип действия Ну и, конечно, познакомим с новым аппаратом Альтера Который выполняет не только смаз-лифтинг, а еще у них есть в насадке бустер Это такая безыгольчатая мезотерапия Как будто бы вы делаете биоревитализацию, но вот очень достаточно комфортно Вводится бустер манипулой через нагревание И на следующий день вы просто вместо папул видите нереально красивое, подтянутое лифтинг-лицо Здравствуйте, Алена Федоровна Здравствуйте Мы поговорили уже о Альтере Мы сейчас будем говорить не о Альтере, а о Ультраформер М5 Это немножко другой аппарат Аппарат тоже смаз-лифтинга, но нового поколения Если мы говорили о Альтере и почему был негативный результат Я ничего не имею против других аппаратов Я тоже не критиковала Мы не знаем, что там и как происходило Но почему болевые ощущения Во-первых, я работала на Альтере, поэтому могу спокойно говорить о плюсах и минусах данных аппаратов У Альтере всего лишь 7 точек коагуляции То есть они достаточно крупные За счет того, что они крупные и импульс проходит достаточно медленно Вы ощущаете вот супер такую боль Обжигающую И как некоторые мои пациенты говорили Как будто вы утюгом кладете мне на лицо И каждая линия это кошмар Слава богу, появился ультраформер третьего поколения Где уже появилось 17 точек коагуляции То есть ту же энергию, которую мы на одну линию выделяем Запрограммируем Мы разделяем уже не на 7, а на 17 точек То есть уже боль меньше И появился, слава богу, еще новое поколение аппарата Это MPT То есть чем он отличается Наш красавчик Здесь уже добавилась программа MP То есть мы делаем уже не точки А саму линию точек коагуляции Здесь не 17 точек, а 417 То есть одну и ту же энергию То есть, например, мы выделяем 0,5 джоулей Или даже 1 джоулей В зависимости от того, какой это человек Какой у него проблем, с чем он пришел Мы можем разделить не на 7 или 17, а на 417 точек Соответственно, это менее болезненно Более результативно И мы можем комбинировать здесь один метод с другим То есть и нормальный режим, где будет у нас 17 точек коагуляции Для этого мы используем, чтобы подтянуть сами связки, мышцы И стимулировать больше кожу Больший прогрев А 417 точек коагуляции нам дает еще уменьшение жировых пакетов То есть брыли мы можем, грубо говоря, поджарить Я обожаю Уничтожить Мне девочка пишет, которая спросила Я ей говорю в инстаграме Говорю там, да, вот Алена Федоровна Я у нее делала, очень осталась довольна Пишет мне через час Наталья, Алена Федоровна хочет меня поджарить Насколько это безопасно И наш сленг, знаете, когда я прихожу Ну что, поджарим? И я такая, да Испепелим эти жировые отложения Блин, это очень смешно Поэтому мы можем работать как и с жировыми отложениями А не только с мышцами и фасциями, как мы работали на старых аппаратах То есть мы уменьшаем даже объемы Также в этом аппарате есть много насадочек, которые позволяют работать не только по лицу, а и по телу И даже некоторые насадки, которые предназначены по телу для очень таких пышных девочек Мы можем использовать на лицо для тоже уменьшения жировых объемов, которые есть в нижней трети лица И добавляют нам такого тяжелого вида Как работает смаз-лифтинг вообще? На что он влияет? Потому что есть такой известный миф, что если вы сделали смаз-лифтинг То у вас там что-то там спаялось, собралось И после этого ни один, как это звучит сейчас точно Ни один пластический хирург не возьмет вас на круговую подтяжку Это прям, это когда я выставляю, что я его делала Мне как бы, ну вас же потом не возьмут на круговую подтяжку У хороших хирургов МПТ стоит Да? Скажем так Ну то есть насколько это миф вообще? Это абсолютный миф, почему, сейчас мы объясним, как он в принципе работает Да, как он работает Ультразвуком мы создаем определенную глубину То есть мы можем выставить это 1,5, там 2, 3, 4, 5 мм глубина На которой мы будем делать эти точки кокуляции Конечно, в этом месте будет образовываться фиброз Это факт, но фиброз образовывается даже если вы спите все время на одном боку Да И туда зайдет косметолог с конюлей Он вам скажет на каком боку вы спите, потому что там все будет фиброзировано Если у вас есть какая-либо дополнительная травма, вы ударились или еще что-то В этом месте будет фиброз Если вы кололи себе что-либо, конюли, ставили нити, у вас будет фиброз Для хорошего пластического хирурга это не имеет никакого значения Почему? Потому что он в любом случае, девочки приходят уже с опытом на круговую подтяжку лица И этот опыт достаточно обильный для жизни Там могут быть и травмы, и падения, или еще что-то Если им травмы не влияют на круговую подтяжку, как может наша манюсенькая точечка повлиять им на работу Какой тип кожи, какой тип, точнее формы лица аппарат не возьмет? Суперхудых нет? Суперхудых нет Почему не возьмет? Потому что на ходе прохождения линии точек окуляции мы будем сжигать жировые пакеты То есть жировые пакеты будут уменьшаться в любом случае Но мы можем правильно скорректировать Благодаря тому, что здесь есть бустерные насадки Мы можем работать очень точечно по каким-то местам, которые мы хотели бы убрать именно их Например, худая девочка, но ярко выраженные малярные мешки Это такая достаточно выраженная проблема, с которой ходят и к пластическим хирургам, и к косметологам Если раньше мы их просто камуфлировали гиалуроновой кислотой То есть поднимали ткани, чтобы они были вровень Сейчас мы можем и простимулировать связку ультраформером тем же Для того, чтобы она подтянулась И определенными насадками, возможно, даже на один маляр их нужно будет поменять несколько Чтобы он прямо сгладился и ровненько себя чувствовал, без излишних повреждений Конечно, если девочка супер-супер худенькая, у нее мелкоморщинистый тип старения Ей, в принципе, не показан ультраформер Это уже другие методики 60+, когда, допустим, выработка своего коллагена, эластина на минимальных параметрах Может ли быть полезен смаз-лифтинг? Смотрите, здесь нужно уже смотреть, что девочка делала до того, как прийти к нам И насколько хорошее у нее качество кожи Потому что все равно ультразвук, помимо того, что мы наносим гель на кожу и работаем по гелю Ему нужен проводник, который есть в середине нашей кожи И это гиалуроновая кислота, это те же полинуклеотиды То есть в таком случае девочкам нужно проходить курс полинуклеотидов с гиалуроновой кислотой Для того, чтобы улучшить проводимость импульса на те зоны мишени, с которыми мы хотим работать И потом мы можем им уже предлагать данную процедуру Сейчас не только, условно, пациенты, а также и специалисты сидят и конспектируют И такие, типа, вау, вот это вообще классно Ну, то есть я люблю ваш подход именно потому, что, когда я к вам прихожу, вы мне сразу говорите Наталья, это вам надо, это вам не надо, это можем, это не можем Вот, спасибо вам, конечно, за вот эти вот классные созданные протоколы, вот ваши По которым мы работаем для достижения лучшего результата Малярные мешки я тоже помню, у меня тоже был какой-то период И мы их тоже классно затянули, подтянули И до сих пор они, кстати, не вылезли Хорошо, когда они вылезут, скажите Вот мы сделали с вами смаз, уже прошло много месяцев Я супер довольна результатом Когда я повторяю, условно, процедуру? Первые результаты мы окончательно видим через 3 месяца после процедуры Потому что это и есть время регенерации тканей, которое у нас происходит Потом где-то полгода мы уже можем оценивать конечный результат Вот больше, чем через полгода не будет Если нам что-то где-то не хватает, через 6 месяцев мы можем точечно что-то доработать Это не обязательно проходить полный курс процедуры, который мы делали первично Где-то пару линий что-то доубрать Вот малярчик там несколько миллиметров, а он торчит, он мне не нравится Мы пару линий туда бросили и его убрали Такое может быть Повторная процедура желательно делать полноценную через год Почему? Потому что мы все равно стареем за год Наш бедный фибропласт, который ленится с 25 лет И с каждым годом ленится все больше Все меньше и меньше вырабатывает гиалуроновой кислоты, коллагена и эластина Если мы его не стимулируем такими препаратами, как гидроксиапатит кальция Полимолочная кислота и полинуклеотиды Через год уже будут видны проявления, которые были до То есть уже будет опущение связок, уже могут появляться снова маляры Они не будут появляться в той мере, в которой вы пришли То есть вы просто будете, вы привыкли в зеркале себя видеть супер красивой, молодой и свежей А тут уже начинаются снова какие-то моменты проявления старения А что можно сделать эстетического? Например, сделать лисьи глазки Если себе можно затянуть как-то с массом, прощелкать и поднять брови Какие-то такие штуки можно делать? Смотрите, это уже такое Да, это именно Как бы мы не можем по протоколу такого делать, но мы это делаем Здесь уже подключается бустерная насадочка, которая может работать Она неровненькая, если ее посмотреть Она такая полукруглая И мы можем проработать уже по тем зонам, которые никуда не зайдет Вот такая насадочка, которая ровная И мы можем проработать века, мы можем проработать как верхняя и нижняя Благодаря этому уже будет подтяжка глаз и бровки поднимутся Плюс в комбинации нескольких техник и нескольких насадочек Мы можем сделать лифтинг бровей То есть они поднимутся Супер такой лисий глаз, который делается нитями Который все равно эффект держится 2 месяца Мы не сделаем Но если мы скомбинируем, сделаем смаз-лифтинг Через 2-3 недели сделаем ботекс Тоже в такой момент Начинаем Мы сможем их поднять Мы можем сделать брови самурая Просто интересно, знаете, как этот Just asking Нет, брови самурая не нужно Пускай глаза, они у тебя открыты Нависшее верхнее веко бывает И не все хотят делать блефер Особенно блефера верхняя Оно остается шрам Я, допустим, делала нижнюю Я про это рассказывала У меня есть это в выпуске Я супер довольна Единственное, о чем я жалею Что я не сделала этого раньше Правда Поэтому Не то, что я могу это рекомендовать Но это меняет качество жизни У меня большой кусок времени Уходил именно на уход за зоной вокруг глаз И тогда не было этих аппаратов всех Когда я это делала Я делала это, типа, 12 лет назад Бывают ситуации, что мы бессильны И тогда я девочек отправляю на полиферапластику Если там здесь грыжи Конечно, с грыжами Улучшить качество мы сможем Но убрать грыжевые мешки Это только пластический хирург С верхним веком мы прогреваем точно так же кожу Уже бустерной насадочкой Мы можем добавить туда ампулку Которая будет вместить и пептиды, и аминокислоты, и клутатион Что осветлит кожу Уплотнит За счет дополнительного ультразвукового прогрева Кожа будет уплотняться То есть она станет плотнее И мы сможем улучшить качество кожи Без инъекционных даже методик Поднятие с самого века Это уже нужно кроме бустера Вдобавочку Мы прорабатываем по линии натяжения бровей К сожалению, у меня ботулотоксины Я не могу его показать, где она находится Это практически от середины зрачка идет вверх Линия натяжения Мы здесь по ней прорабатываем аж до роста волос Определенными насадочками В определенной технике И, конечно, будет лифтинг бровей И за счет того, что поднимется бровь У нас и откроется век Так можно сходить на аппарат Пришла домой, муж не узнал Кто это? А у тебя глаза открыты Наоборот, лучше видеть А вот это, кстати, минус Я сделала себе лазерную коррекцию зрения И так вот, верните меня обратно Все такие были классные Все время в этом фильтре Париж Все такие смузы Ни с кем здороваться не надо Просто кайф А теперь Здрасте, здрасте, здрасте В общем, мой мир был идеален До того, как я сделала себе коррекцию зрения Хорошо, нужна ли анестезия? Многие боятся реально болевых ощущений И работает ли анестезия с этим аппаратом? Анестезия не нужна И анестезия работать не будет Почему? Потому что мы работаем на более глубоких слоях То есть, если прям девочка, которая не может терпеть боль абсолютно Мы можем сделать ей инъекции лидокаина То есть, это не будет кремчик Это нужно колоть лидокаин Чтобы она вообще ничего не ощущала Но тогда мы понимаем, что у нас не будет нормально работать мимика 40 минут Нормально не будет она разговаривать 40 минут Потому что мы обезболим, как у стоматолога Прямо все-все-все лицо Но за счет того, как мы возвращаемся к нашим точкам калькуляции Помимо того, что их 417 и 17 Это уже энергия разделяется на несколько точек И уже не так больно Как было на предыдущих аппаратах Практически безболезненно Можно потерпеть эти полчасика спокойно Тем более, где больше жировых отложений У нас где брыли, где жировые мешки Вы практически ничего не будете ощущать Больно будет там, где кость Ну и, конечно, если вы работаете со мной И у вас есть брыли И мы будем их жать Вам тоже будет больно Но мне не было больно, правда Мне есть чем сравнить, есть что вспомнить И правда, я волновалась, когда ложилась на аппарат Но потом оказалось, что все вполне комфортно и вполне приятно На следующий день Значит, по реабилитации На следующий день у меня был отек нижней трети Поскольку мы жгли именно нижнюю треть И у меня был немного отек и прошел он через два дня, по-моему И крепатура может ощущаться Потому что с мышцами мы тоже прорабатываем Да, вот И в целом В целом все комфортно Самый последний вопрос будет от меня Не правда, к сожалению, не все смогут к вам попасть, Алена Федоровна Это мое сожаление Потому что я бы хайли рекомендовала Самое ужасное, что могут получить пациенты Придя, допустим, вот нашли они сейчас ультраформер Пошли, заплатили деньги И самое-самое-самое плохое Какой результат можно получить? Самое опасное Самое опасное? Может быть какая-то деформация, опущение или еще что-то? Или это просто потраченные деньги? Могут быть просто потраченные деньги Когда неправильно подбирается насадка и глубина, с которой мы работаем То есть на брыле мы берем насадку меньше, чем нам нужно Глубину для того, чтобы доктор себя обезопасил Он лучше я не доделаю, чем переделываю И берет не ту насадку, которая подходит данному пациенту Пациент не увидит результата Либо мы делаем, что мы сейчас сожжем все на свете И нам все равно Мы можем спалить жировые пакеты так Что у человека под глазками вместо ровного тона Будет прям такая яма Где не осталось совершенно жирового пакета Мы можем точно так же Неправильно подбирая глубину К сожалению, попасть на нервные окончания Если мы попадаем на нервные окончания Может быть и перекос лица Может быть где-то онемение лица Смотря на какой нерв мы попадаем То есть нужно знать зоны Куда можно заходить аппаратом, какой насадкой можно заходить и на какую глубину Потому что действительно может и немножечко перекосить И аниметь Либо быть простреливать болевые ощущения Особенно если работает по лбу Вот как раз с поднятием бровей О чем мы говорили Если неправильно здесь подобрать насадку Неправильную технологию, как мы работаем У вас будет где-то полгода-год болеть голова и лоб Если вы даже расческой к ней прикасали Поэтому я хочу обязательно заметить На том, что вот эти все современные аппараты Какими бы классными они ни были Очень важна прослойка Между аппаратом и пациентом Вот доктор, который выбирает ваши параметры Поэтому обязательно спрашивайте Сколько учили, сколько пациентов прошло Показывайте, просите показать работу Задавайте неудобные вопросы на консультации Первичной Не сразу приходите Вот завтра все повалили делать смаз Нет, не нужно Нужно найти своего специалиста Нужно записаться на консультацию У нас обычно это не практикуется Обычно у нас все записываются на процедуру Давайте, девочки, подходить более осознанно Для того, чтобы вы смогли обезопасить себя От каких-то нежелательных последствий Потому что аппарат на самом деле гениальный И рабочий И действительно, ну как бы Мне кажется, просто есть такие недооцененные вещи Даже в косметологии Вот правда, опять-таки на моей платформе Когда мне сбрасывают, что девочка пользовалась Там тем-то, тем-то, тем-то кремом Но даже вы, когда комбинируете два препарата Которые просто нейтрализуют друг друга И не видите никакого эффекта, например То есть этого полно И это же касается, конечно же, вот таких аппаратов Алина Федоровна, спасибо вам большое За этот увлекательный разговор Я вам обещаю, мы увидимся с вами не последний раз Хорошо А я на завтрак вам записана? Да Отлично Тогда мы увидимся с вами завтра Субтитры сделал DimaTorzok Oh, yeah Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...